Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За сутки в Самарской области зарегистрировали 467 случаев заражения новой коронавирусной инфекции. Общее число заболевших ковидом в регионе с начала пандемии – 94 767. Такие данные в пятницу опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 263 человека. Всего с начала пандемии из больниц выписались 80 372 пациента. В Самаре завершили обновление проспекта Масленниково и улицы Луначарского – двух ключевых маршрутов рядом с будущей Третьяковской галереей. Ход работ контролирует глава Самары Елена Лапушкина. Готовые объекты осмотрели специалисты совместно с общественниками. На месте побывала и наша съемочная группа. Как изменились два этих участка, расскажет Михаил Ермоленко. Беспрепятственный доступ к социальным, культурным и торговым объектам для маломобильных граждан – важная составляющая, особенно во время ремонта городских проезжих частей и пешеходных зон. Совсем недавно по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт проспекта Масленниково. Во время обновления участка учли все пожелания людей с ограниченными возможностями. Сегодня мы осматриваем улицу Масленниково от Новосадовой до Мичурина. При выполнении работ также основополагающим фактом является наличие комфортной и безопасной среды, в том числе и для мобильных групп граждан. Устраивались пандусы, также наносилась необходимая разметка на проезжей части и на пандусах на тротуарах. В приемке готового объекта участвуют не только специалисты, но и общественные наблюдатели. Появление в городе безопасных, хорошо оборудованных, приспособленных для маломобильных граждан пешеходных переходов – это очень важно. Это удобно для колясочников, для других категорий граждан, опорников, незрячих и тех, кто получил, допустим, только какую-то травму или стал немощным. Для детей это очень удобно. Общественники оценивают качество исполнения работы и высказывают предложения. В вопросах устройства комфортной среды связь со специалистами поддерживают постоянно. Сотрудничают, что называется, уже не первый год, и ваше мнение важно для нас и для всех маломобильных граждан, которые есть. Ну а в общем, вы целом, как оцениваете изменения? Конечно же, если сравнить, допустим, с тем, что было в 2001-м, это две большие разницы. Кроме проспекта Масленникова завершили ремонт и другого важного маршрута – улицы Луначарского. От автобусного проезда до Новосадовой. На объекте обновили пешеходную зону и проезжую часть, установили новое освещение, организовали лотки для деревьев и установили пандусы для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. В осмотре готового объекта также участвовали общественные наблюдатели. Могу сказать, что, конечно, круто изменилось все. Мне очень нравится, первое, что мне лично нравится – это освещение. Мы люди, которые немножко плохо видящие, нам, конечно, освещение – это самое главное. Естественно, покрытие – это очень комфортабельно, стало удобно ходить, стало намного приятнее, наверное, ходить по плитке. На встрече со специалистами обсудили и предстоящий зимний сезон. Благодаря расширению съездов и на проспекте Масленникова, и на улице Луначарского на пешеходке станет удобно чистить снег. Сюда сможет проехать малогабаритная техника. А это не менее важно, ведь по двум этим улицам можно будет пройти к будущей Третьяковской галереи и обновленному скверу памяти борцов революции. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. Современный и уютный двор в железнодорожном районе Самары в столице региона продолжается комплексное благоустройство общественных пространств по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Обновленный двор появился на улице Гагарина Семя. Его благоустроили комплексно по заявке жителей. Какие еще городские пространства ждут приятные перемены, узнал Сергей Кизоркин. Еще пару месяцев назад в дворе дома 7А по улице Гагарина вместо современной детской площадки были старые сломанные качели и турники, рассказывает старшая по дому Мария Дорошина. Жители подали коллективную заявку на участие в программе «Комфортная городская среда». Двор благоустроили. Теперь вдвойне приятно следить за чистотой и порядком, дельцев впечатлениями жителей. У нас все для этого есть. И вода проведена для того, чтобы поливать. Ну и сами мы, наверное, будем стараться это делать. Нельзя такую красоту бросить. Двор благоустроили комплексно. Заасфальтировали дорогу, оборудовали парковки, установили фонари и скамейки, разбили газоны, высадили цветы и деревья. Сделали тротуары и современную безопасную детскую площадку. За ходом стройки следили местные жители, общественники и представители районной администрации. Реализация данного проекта началась у нас в 2020 году, так сказать, в два этапа. Так как в прошлом году мы здесь сделали освещение устройства и ремонт триквартальной дороги с устройством парковочных карманов. И только в 2021 году у нас была уже устроена спортивная площадка, детская площадка, были посажены деревья, завезен чернозем. Мы встречались с жителями, все это замечание все согласовали. Поставлена такая шикарная площадка, которых сейчас делается много по всей территории города. И оценить значимость можно только посмотреть в глаза вот этим детишкам, которые радуются, смех, улыбки, веселье, лазают довольные. Поэтому только это подтверждает, что такие детские площадки очень нужны городу. В этом году в железнодорожном районе благоустроили комплекс на три двора только по программе формирования комфортной городской среды. Дополнительно к этому обновили пространство по улице Революционная 157 и 163. По плану в следующем году приведут в порядок еще пять дворов. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Избирательная комиссия Самарской области получила основной тираж бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной думы 8-го созыва. Рабочая группа комиссий передаст тираж управлению спецсвязи для доставки в территориальные избирательные комиссии. Подробности в нашем сюжете. В этих коробках 4 миллиона 818 тысяч 600 бюллетеней. Именно столько нужно, чтобы выборы в Самарской области состоялись. Когда принимают тираж, пересчитывают все пачки. В каждой должно быть по 500 штук. Затем их осматривают. Если на бланке имеются вкрапления, заломы, опечатки, его уничтожают. Для этого составляется акт, который подписывают все члены избирательной комиссии и представители типографии. Весь процесс подготовки бюллетеней к печати и сам процесс печати проходил под контролем членов избирательной комиссии Самарской области. То есть это контролировалось непосредственно и плотность бумаги, и соответствие форме и текста бюллетеней, который установлен центральной избирательной комиссией, непосредственно сам процесс печатания. Все бюллетени имеют способы защиты от подделки. На лицевую сторону каждого бланка нанесена защитная сетка светло-синего цвета. Для избирательных участков с комплексами обработки сетка наносится на оборотную сторону. Что касается бюллетеней, для одномандатных избирательных округов на них сетка зеленого цвета. Весь процесс печати и перевозка бюллетеней проходили под контролем полиции. Изначальный полиографический комплекс Самарской губернии выполнил изготовление избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы в течение 10 рабочих дней. Общий тираж избирательных бюллетеней составил чуть менее 5 миллионов экземпляров. Согласно требованиям избирательной комиссии Самарской области была наносена специально разработанная нами тангерная сетка, которая при копировании не передается, имеет элементы штрихового изображения, которые не копируются, не воспроизводятся и в других типографиях произвести точно такую же тангерную сетку не представляется возможным. Кроме того, еще одна мера защиты от подделки предусмотрена на самих избирательных участках и участковых комплексах. Там на каждый бюллетень будет наклеиваться специальный знак марка. До 12 сентября бланки должны получить все избирательные комиссии региона. Виктория Шарая, события. Впереди вас ждут новости экономики. Расскажет о них Виктория Шарая. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Обслуживание кредитных карт подорожало. А с чем это связано? С последними решениями Центробанка по повышению ключевой ставки. Расскажу об этом подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 11 сентября 72 рубля 76 копеек. Евро 86 рублей 14 копеек. Нефть марки Brent торгуется на отметке 72 доллара 35 центов за баррель. Банк России повысил ключевую ставку до 6,75%. Повышение проводится уже пятый раз подряд. Как указали в Центробанке, экономика Российской Федерации во втором квартале достигла до пандемийного уровня и возвращается на траекторию сбалансированного роста. По прогнозу регулятора, рост экономической активности продолжится и в третьем квартале, но более медленными темпами. Как уточнили в Центробанке, проводимая им денежно-кредитная политика направлена на ограничение роста инфляции и возвращение ее уровня к 4%. В России в начале сентября средняя стоимость обслуживания кредитных карт достигла пятилетнего максимума. По мнению специалистов, банкам удобнее повышать ставки именно по кредиткам, так как это менее заметно для заемщиков. Из статистики следует, что в первую неделю сентября полная стоимость кредитов в сегменте кредитных карт достигла 30% годовых. Стоимость начала заметно расти с середины лета. Подобные ставки встречались до этого только в 2016 году, заявляют эксперты. Представители Объединенного кредитного бюро заявляют, что это связано с последними решениями Центробанка по повышению ключевой ставки. Самарстат опубликовал итоги мониторинга цен с 31 августа по 6 сентября. По данным статистики, за это время в регионе сильнее остальных подорожал популярный товар для детей. Подгузники поднялись в цене на 4%. В среднем упаковку из 10 штук можно купить за 162 рубля. Стал дороже еще один товар для младенцев. Овощное и детское питание выросло в цене почти на 3%, до отметки в 564 рубля за 1 килограмм. Также за неделю почти на 4% подорожали спички, на 2% подросли цены на соль и черный чай. Почти на 4% подорожали телевизоры и на 3% отечественные автомобили. Сейчас авто можно купить в среднем за 749 тысяч рублей. Что касается лидеров по падению цены, то на прошлой неделе ими стали путевки в отечественные дома отдыха – минус 8% и в турецкие отели – минус 6%. Платежная система виза в 2022 году изменит часть межбанковских комиссий при оплате товаров. В компании уверяют, что на конечных ценах для потребителей это не отразится. Для супермаркетов они вырастут с 1 до 1,3%, а крупные магазины мебели, бытовой техники и курьерские службы лишатся льготного тарифа. Сейчас интерчейндж для них составляет 1,65%. После изменений он в зависимости от категории карты, которой совершена оплата, будет варьироваться от 1,5% до 2,3%. Как пояснили в компании, они периодически пересматривают ставки, а изменения действующих программ направлены на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с рыночными реалиями. Интерчейндж не является доходом платежной системы, его получает банкомитент и направляет на развитие платежной инфраструктуры. Благодаря этому платежный рынок России стал одним из самых инновационных в мире, а в прошлом году объем бесконтактных платежей увеличился почти вдвое. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. В выставочном зале Центрального государственного архива Самарской области открылась выставка «День города. История и традиции». Посетители смогут познакомиться с документами, рассказывающими о службе Петра Владимировича Алабина на благо Самары. С первым изданием его книги, посвященной истории города. Увидеть копии уникальных документов XVI века о строительстве крепости Самара. Познакомиться с планами торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 400-летия Самары. И взглянуть на уникальные фотографии, отражающие этапы строительства Стеллы Ладья. Выставка, посвященная 435-летней годовщине основания Самары и истории празднования этого знаменательного события, будет работать до 8 октября. Праздник всегда был праздником, и люди готовились, и, соответственно, получали удовольствие от того, что они делали для нашего города. Потому что все поколения, так сказать, вносили свою лепту. То, что мы на сегодняшний день видим, многие вещи, они более 100 лет, и они живут. И, так сказать, наша задача сейчас, на самом деле, сохранить в том первозданном виде и для будущих поколений. Как легально изрисовать общественный транспорт? Известные российские и мировые стрит-арт художники продолжают в рамках фестиваля «Самара Граунд Арт Фестивал» украшать своими работами самарские объекты. Стены, заборы, а теперь еще и трамваи. Испанский художник российского происхождения впервые решил творить на рельсовой машине. Что он задумал, и когда итоговый результат увидят самарца, узнал Андрей Горгуленко. Пока набросок этой картины выглядит так, словно хулиганы пробрались в трамвай на троллейбусное депо и разрисовали вагон. Но когда художник доработает картину, это станет настоящим произведением уличного искусства. За этими синими символами появится изображение женских глаз, которые будут у двери встречать пассажиров трамвая. А на другой стороне целое художественное полотно. Рисует это испанский художник российского происхождения САВ-45 или Вячеслав Гунин. Он уже 20 лет живет в европейской стране. В этот раз приехал на родину, чтобы участвовать в фестивале Самара Граунд Арт Фестивал. Надо, в общем, подготовить эскиз, чтобы он подошел на трамвай, и также он в движении. И я попытался на дизайне работы сделать движение, передать это. В самом управлении ТТУ обещают заботливо относиться к вагону со стрит-артом. Если механическая мойка будет угрожать целостности рисунка, то его будут мыть вручную. Но, как отметил автор, он использует специальную краску для металла, которая должна продержаться несколько лет. Думаю, нашим пассажирам, нашим горожанам хорошо было бы внести такое разнообразие. Думаю, приятно будет горожанам. Посмотрим, как они их оценят. Первый стрит-арт на трамвае символично появится на вагоне первого маршрута. Выйдет он в рейс в день города, чтобы подарить праздничное настроение самарцам. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. И о других событиях этого дня расскажем в нашем видеообзоре. В России могут запретить перегружать контрольными работами школьников. Рособранадзор не рекомендует проводить контрольные на первом и последнем уроке, в первый и в последний день недели. А количество таких работ в течение дня не должно превышать одну. Заявил руководитель Рособранадзора Анзор Музаев на заседании Всероссийского экспертного педагогического совета. Ранее отмечалось, что в расписании зачастую могут стоять и две, и три проверочных работы. Причем решение об их проведении могло быть принято спонтанно. По мнению экспертов, это перегружает и излишне нервирует школьников. Троих жителей Самарской области будут судить за угон пяти автомобилей. Об этом сообщили в прокуратуре региона. По версии следствия, в апреле этого года мужчина угонял машины со своими несовершеннолетними знакомыми. Согласно разработанному плану, злоумышленники проникали в транспортные средства через незапертые двери багажного отделения. Преступники обвиняются сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. В настоящее время дело находится в Кенель-Черкасском районном суде, где будет рассмотрено по существу. В Самаре продлили ограничение движения по улице Агибалова. Об этом сообщили в городской администрации. Временное ограничение движения по Агибалову на участке от улицы Красноармейской до Рабочей будет действовать до полуночи 12 сентября, рассказали в мэрии. Напомним, ограничение ввели в связи с техническим перевооружением теплотрассы. В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра. В пятницу 10 сентября в регионе будет отмечено усиление западного ветра. Его порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует при усилении ветра ограничить выход из зданий и не оставлять детей без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подземных переходах и подъездах зданий. В доме купца Иванова в Самаре открыли почтовое отделение в ретро-стиле. В отреставрированном здании появилась выставочная зона, посвященная ключевым моментам развития почты в России, начиная с 19 века. Здесь не только восстановили исторические интерьеры здания, но и наполнили их современными смыслами и цифровыми сервисами почты России. Построенный в конце 19 века дом купца Иванова в 2015 году получил статус объекта культурного наследия регионального значения, но находился в неудовлетворительном состоянии. Реконструкция началась в 2020 году. Самарский академический театр «Драма» в новом 171 сезоне покажет зрителям более 20 спектаклей. Четыре из них премьерные «Как пришить старушку», «Тортюв», «Катапульта» и «Заводной апельсин». В планах руководства реализовать еще 2-3 проекта. Кроме того, в этом году театр отметит тройной юбилей. Самой сцене исполнится 170 лет. И круглые даты отметят худрук Валерий Гришко и народная артистка России Жанна Надеждина. Они представят спектакль «Дорогая помыла», где Надеждина сыграет главную роль, а режиссером станет Гришко. Все проекты поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «И, конечно же, очень важно, что в театре будут новые постановки. Что касается Министерства культуры, то мы со своей стороны стараемся оказывать всяческую поддержку театрам. И, конечно же, нельзя не упомянуть о том, что Самарский театр драмы стал одним из первых участников программы «Пушкинская карта». Это программа, которая была инициирована президентом России Владимиром Путином в ходе его общения с населением по прямой линии. И, конечно же, для нас очень радостно, что уже первую неделю мы видим очень хорошие продажи по «Пушкинской карте» именно у театра драмы. Это значит, что именно эти спектакли, именно этот репертуар пользуются спросом у молодых людей. Это молодые люди от 14 до 22 лет, которые оформили себе пушкинские карты, на каждой из которых по 3 тысячи рублей, которые нужно потратить за оставшееся время до 31 декабря 2021 года. Время читать. В Самарской областной библиотеке провели пресс-конференцию по подготовке к межрегиональному книжному фестивалю. В Струковском саду на День города каждый житель сможет стать участником литературных и музыкальных конкурсов. Тему продолжат наши корреспонденты. Книжная ярмарка, литературные музеи и встречи с одними из лучших писателей страны и региона запланированы в рамках межрегионального книжного фестиваля «Время читать. Волжский текст». Его проведут на День города в Струковском саду. 11 сентября с 10 до 20 часов будут работать площадки, на которых пройдут мастер-классы по письменности и театральной читке. Также здесь будут организованы лектории, дискуссии на литературную и историческую темы. Мы предприняли массу мер по обеспечению эпидемиологической безопасности и надеемся, что благодаря тому, что этот фестиваль пройдет на площадке Струковского сада, мы очень надеемся, что этот фестиваль станет и безопасным, и радостным событием для жизни города. Для начинающих корреспондентов будет организован медиапарк, где профессиональные журналисты ответят на вопросы читателей. А для любителей музыки организуют сразу две сцены. На одной из них исполнят джаз, с другой – посетители фестиваля услышат арт-рок. Также на летней сцене покажут несколько спектаклей и проведут поэтическое соревнование. В нем смогут принять участие все, кто пишет стихи. Мэриэл Чан, Никита Колосов, Григорий Пешаков, События. В Самаре подходит к концу дачный сезон. Пролетел он так же стремительно, как и три жарких летних месяца. В то же время становятся богаче садоводческие прилавки. Сейчас на них можно встретить все изобилие даров с приусадебных участков. О том, как на них трудиться без вреда для здоровья, нашим корреспондентам рассказали медики. Любовь Тарасова давно на пенсии. В будни она трудится на своем дачном участке, а по выходным продает урожай на ярмарке. Не ради прибыли, а для души, отмечает женщина. Поэтому даже если выручка небольшая, не расстраивается. У меня уже свои клиенты постоянные. Я уже много лет ездил на ярмарку, на Алабин, на площади Куйбышева. Здесь тоже находят мои клиенты, нас находят. То есть нас, старых уже, давнишних. Тут не столько прибыли, просто как-то общение с людьми. Провести дачный сезон без травм, использовать для здоровья рекомендуют медики. По словам врачей, дачники берут на себя большую нагрузку, высаживая много овощей и фруктов, за которыми требуется ежедневный уход. При работе в огороде больше всего страдают поясницы и суставы ног. Еще одна проблема – нагрузка на передние отделы межпозвонковых дисков. Нужно просто беречь свои суставы и спины. И самое главное, что если пациент знает о том, что у него имеется какое-то заболевание, артроз или остеохондроз, а эти пациенты, они в своем подавляющем большинстве знают о том, что у него есть эти хронические заболевания, опорные системы. Соответственно, приезжая на дачный участок, нужно постараться не поднимать какие-то тяжести. Стараться, если вы тяжесть подняли, то стараться с ней резко не поворачиваться. При этом поднимать тяжести, конечно, нужно аккуратно. Не на руках, например, вытянутых, а с помощью туловища. Для того, чтобы сэкономить силы и избежать травм во время работы на даче, важно правильно подобрать инструменты. Они должны максимально облегчить и автоматизировать дачный труд. Механические помощники и грамотная организация труда во время рабочего дня сберегут силы и сохранят здоровье. Ольга Павлова, Мэри Елчан, Константин Головин, Максим Гусев. События. Хоккеисты ЦСКА ВВС провели второй матч в ВХЛ. Сезон Самарца открыли серии выездных матчей. Сначала летчики уступили Рязани 3-4 в овертайме, а накануне играли Воскресенский против местного химика. Счет открыли хозяева на четвертой минуте. На семнадцатой воскресенцы удвоили преимущество. Сразу после этого главный тренер Самарцев заменил голкипера, что несколько взбодрило команду. И начало второго периода осталось за гостями. На двадцать пятой минуте Олег Морзоев один гол отыграл. В дальнейшем свои шансы летчики не реализовали. В третьем периоде больше и острее атаковали хозяева. Но голкипер Самарцев Никаноров почти до конца сохранял интригу в матче. Но на пятьдесят девятой минуте дрогнул и он. Точку в игре поставил Мальцев 3-1 в пользу химика. ЦСКА ВВС с двумя поражениями и одним набранным очком занимают девятнадцатое место в турнирной таблице. Назначены арбитры на футбольные матчи седьмого тура Российской премьер-лиги. Самарские крылья Советов в субботу в 15 часов сыграют в Москве против Локомотива. Обслуживать встречу будет бригада Василия Казарцева из Санкт-Петербурга. При его судействе крылья сыграли 11 матчей, в которых одержали 4 победы, 5 раз уступили и еще два раза сыграли в ничью. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, хороших вам выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!